Друзья, всем привет! С вами команда подкаста Полетели, и это наш первый пилотный выпуск. Прямо сейчас мы находимся не где-нибудь, а в Гонконге. В этом подкасте у нас будет много историй, много эмоций и, конечно же, много студентов-ведущих. Мы немного нервничаем, поэтому давайте познакомимся. Начну с себя. Меня зовут Алёна, я родилась в городе Мурманске, с пяти лет катаюсь на горных лыжах и выживаю в полярном дне и полярной ночи. Алёна выживает в полярном дне. А меня зовут Саша, и я из города Волгоград. Я очень люблю играть на гитаре, играть в футбол и просто обожаю знакомиться с новыми людьми. Привет, меня зовут Ваня, и хоть родился в Москве, но всю жизнь прожил в Краснодаре. Я обожаю путешествия, фото-видеосъёмку и... всё. Привет, я Настя из солнечного Сочи. Не люблю жару, но обожаю танцы, Азию и чизкейки. Всем привет, меня зовут Лена, и я родом из Приморского края, поэтому жить не могу без моря и своей сам доски. Вот мы и познакомились, друзья, но перед тем, как мы расскажем вам всю нашу историю, давайте вспомним, с чего мы начинали. А ещё нас объединяет то, что мы учимся вместе в Санкт-Петербургском политехе. С самого начала мы с Сашей и Леной сделали выезд для студентов, на котором Настя и Алена были вообще участниками. Но потом уже, ближе ко второму выезду, они присоединились к нашей команде. А после нашей январской стратегической сессии мы создали бренд «Студенты Ярка» и всю весну проводили мероприятия. Для студентов не только нашего политеха, но и других вузов Санкт-Петербурга, а также города Москвы. Это отдельная история, про которую мы вам обязательно расскажем. И все эти мероприятия получились очень запоминающимися, мы получили много крутых отзывов. Лена, расскажешь про них? Первое мероприятие — это была поездка в Карелию, однодневное путешествие, где мы подготовили для ребят экскурсионную и развлекательную программу. Второе наше мероприятие — это был уже развлекательный двудневный выезд, и сделали мы его в тематике Лас-Вегаса. Всё было красиво, сияло, и тогда мы впервые провели для ребят иммерсивный квест. И, наконец, третье мероприятие мы проводили в период сессии — это двудневный выезд расслабления. Там было всё, что нужно студенту, чтобы справиться с тревогой. Арт-терапия, йога, вкусная еда, прогулки на свежем воздухе, чайная церемония, ещё многое другое. И на каждом мероприятии мы всегда для ребят делаем много разных сюрпризов. В общем, это безумно интересно, ребятам очень нравится. Да, на последнем выезде с тревогой справились даже те, кто её не испытывал. Хочу сказать, что на самом деле я очень сильно горжусь нашим проектом, потому что он дал нам понимание того, что всё в жизни возможно сделать. Когда мы начинали, мы не имели понятия о том, как правильно составлять брендинг, как правильно разрабатывать план сезона, как составлять очень многие мероприятия. Но мы реально просто начали это делать, потому что у нас было желание делать что-то большее, чем отрывочные беспорядочные мероприятия. Мы хотели сделать свой проект, и это был наш первый опыт, который дал нам понимание, что всё как раз-таки можно. И сейчас именно поэтому в продолжение всей этой истории мы записываем подкаст. Вообще с трудом до сих пор верится, что за один сезон мы смогли так сильно раскрутить наш проект, потому что у нас на мероприятиях побывало около сотни человек. Было куплено просто десятки килограмм вкусной еды и проведено... Порядка 30 мероприятий разного формата, и некоторые из них проходили, трудно себе представить, в автобусе. Помимо всего прочего, мы со своим проектом поучаствовали в куче мероприятий от Росмолодёжи, и на форумы съездили, и даже попробовали с Сашей выиграть гранты. А сейчас мы близки к тому, чтобы защищать его на окружных этапах твоего хода. В общем, студенты Ярка стали действительно яркими студентами. И давайте всё-таки перейдём уже к основной теме, как мы оказались в Гонконге. Да, и стоит начать с января 2023 года. В январе этого года наша команда решила, что поехать по обмену — это прям must-have. И мы нацелились на Турцию, но из-за землетрясения пришлось кардинально поменять свои планы. Нашим вторым выбором стал Сеул, и мы просто несколько недель готовили все документы, писали мотивационные письма, и в последний момент нас развернули со словами, что из-за политической ситуации мы не можем отправить вас учиться в Корею. Да, и я помню своё разочарование, когда мы всё согласовали, шли довольны и счастливы, что всё, едем в Сеул. И мне звонит руководитель моего направления и говорит, «Саш, ты проверь, пожалуйста, не ходит ли в Южную Корею в список недружительных стран?» Именно так и оказалось, и тогда действительно стало грустно. Выбора у нас было не так уж и много. Среди возможных стран была Индия, Колумбия, Южная Африка, Китай и, конечно же, Гонконг. Поэтому мы были вынуждены изучать новые варианты. Из всех перечисленных, Саша, вариантов нам с девочками подходило всего два университета. Это Индийский институт технологий и Гонконгский политех. Ваня очень хотел поехать в Индию, но мы с Аленой склонялись к Китаю. И в итоге мы подготовили два пакета документов. Один для Гонконгского политеха, второй для Индийского вуза. И сложилась такая ситуация, что четверо ребят из нашей команды подали документы в Гонконгский политехнический университет, а Настя в какой-то китайский вуз. И пришлось срочно решать эту проблему, потому что поехать мы хотели все-таки вместе. Настя была в шаге от того, чтобы оказаться в незнакомой стране, с незнакомыми людьми, без доступа к Гуглу, Инстаграму и даже Ватсапу. И даже без доступа к английскому языку, потому что... В Гонконге, в отличие от материковой части Китая, говорят, конечно, гораздо лучше нам. Интересная ситуация, в которой Настя очень хотела оказаться, но мы были против этого. И таким образом Настя могла оказаться первым автором подкаста «Залетели не туда». Я помню тот момент, помню, что ребята начали меня утешать, что, возможно, это не так далеко, и мы будем видеться часто. Но, к счастью, все сложилось удачным образом. Мы не подавали сразу все пятером в один университет, потому что беспокоились, возьмут ли всю нашу команду в один вуз сразу. И сложилось все так, как нельзя лучше. Как вы могли уже заметить, подача документов была вообще непростым процессом. И когда мы, наконец, с этим закончили, впереди было длительное, мучительное ожидание. Ожидание длилось целых два месяца после того, как мы 7 апреля отправили все документы. Кстати, делали это мы в бумажном формате. Большое спасибо нашему Питерскому политеху за то, что помог нам в этом. Несмотря на то, что Гонконгский политех крайне современный вуз, все равно он попросил нас отправить именно печатные версии всех документов. Это было необходимым условием. И спустя два месяца мы проснулись и обнаружили на почте письмо приглашения в университет. Но на этом наше ожидание не закончилось. Дальше мы ждали визу. И что самое интересное, ребята ее получили практически в один день. Все четверо, а я ждала еще неделю и даже две. И каждый день уведомляла ребят сообщением. Один день без визы, два дня без визы, три дня без визы. Возможно, это был достаточно затянутый кусок, но для нас он был не менее затянутый, потому что весь процесс от появления идей до того, как мы оказались в Гонконге, занял порядка полугода, восьми месяцев. Порядка восьми месяцев. То есть, в целом... Это стоит тех семи минут, которые вы слушаете. Да. Кстати, так получилось, что билеты на самолет мы брали еще до получения визы. Но угад просто надеясь, что нам удастся полететь. Нет, мы не надеялись, что нам удастся полететь. Мы были в этом на 100% уверены. Потому что если бы мы... Потому что если бы мы не полетели учиться, мы бы полетели отдыхать. Да. И вот оставалась всего неделя до нашего отъезда. Лично за себя могу сказать, что эта неделя у меня буквально растворилась в всех последних делах, постоянных сборах, подготовках всех документах. Абсолютно не помню, как она прошла. Помню, что я был в полнейшем предвкушении. Потому что Гонконг для меня это совсем другой мир, в котором я никогда еще не был. Для меня эта неделя ассоциируется с поездами. Потому что вернуться в Краснодар, уехать из Краснодара, найти билеты в конце августа из Краснодара. Тот еще был квест. И от Гонконга я ждал больше всего чувства огромного мегаполиса. И испытать его получилось вообще не сразу, а только через несколько дней, когда прошел джетлаг после перелета. Вообще сильный джетлаг на трону? У-у-у. Очень. Не сказала. Дня 4 точно. Дня 4 прям тяжело. Мне кажется, две недели первые были прям сложные. Я вообще за неделю до отлета в Гонконг поменяла часовой пояс. Я была с родителями в Суриске, это рядом с Лунивостоком. Я прилетела в Москву за три дня до отлета в Гонконг и снова кардинально поменяла часовые пояса, прилетев в Гонконг. У меня последняя неделя тоже ассоциируется с бесконечными сборами, потому что сначала сбор вещей дома в Сочи, потом в Петербурге. Потом я ходила, старалась закупить максимум всего, типа линзы, все, что потенциально могло бы здесь не продаваться. Акции Сбербанка. Акции Сбербанка. Их мы, кстати, не купили. За эту поездку у меня была цель познакомиться с какими-нибудь азиатами. И вообще все сложилось удачным образом, потому что я подружилась с ребятами из Южной Кореи, поэтому план на поездку в целом выполнен. Можно лететь в Сеул. Уже и хоть домой. А, в Сеул? Да. Кстати, если бы мы не записывали этот подкаст... Для вас, между прочим. То некоторые были бы сейчас в Сеуле. Также за неделю до отлета мы старались всеми силами установить и зарегистрироваться в социальные сети, в мессенджеры, в WeChat. Вообще, насколько я знаю, это самая популярная социальная сеть. Возможно, в мире. Возможно, в мире, да, но в Китае точно. И каково было наше удивление, что здесь им никто не пользуется. Да в целом Гонконг от Китая очень сильно отличается, разительно. Несмотря на то, что это все-таки одна страна. А еще мы в Макао были. А еще мы съездили в Макао, тоже очень сильно отличается и от Гонконга, и от Китая. Очень похож на Португалию. Да. В том числе здесь у нас также не сошлись наши ожидания и реальность, потому что наша виза предполагала ровно ноль выездов и ноль бизнесов, как мы думали. Но мы уже успели съездить в Макао и строим новые планы. Да, а наши европейские коллеги по учебе уже были и в Пекине, и в Сеуле, и в Малайзии, и где они... В Японию они съездили в Филиппине. В Филиппине. Так мы тут находимся в культурном шоке от количества поездок наших европейских товарищей. Но мы не грустим. Но мы еще догоним их. В том числе наши ожидания и реальность не сошлись в плане лекарств. Когда мы ехали сюда, я думала, что мы все умрем от болезней ЖКТ, что мы тут будем. Не знаю, валяться целыми днями с ротовирусом, и вообще острая еда нас убьет. Но, честно, у меня лично ни разу, ни разу ничего не случилось, хотя мы все закупились лекарствами тысяч на девять каждый. Но все-таки Гонконг — это цивилизованный город. Но я вчера отравилась, к слову. Решила попробовать поесть в новом месте, потому что старое мне уже надоело. Видимо, зря. Это был первый раз. Это был первый раз. Вот что бывает, детки, когда вы едите еду за 50 рублей в городе, где средняя стоимость обеда 80 долларов. Саша, а вот чего ты ожидал больше всего от Гонконга, что у тебя не совпало с реальностью? Чего я точно не ожидал от Гонконга — это того, что будет невероятная влажность в самом начале сентября. Потому что лично для меня это было серьёзным испытанием, когда ты выходишь на улицу в плюс 32, и помимо жары у тебя ещё невероятная влажность, больше 80%. Я ощущал себя, как будто бы я был в финской сауне. Нет, как будто бы в хамаме. Когда мы вышли в первый раз из дверей, это было как будто бы не в хамаме. Я живу, ребята, в Сочи. Добрый день. Справедливости ради могу отметить, что такая погода в уссурийске летом. Да, ощущаешь себя, как в хамаме, и это правда. Но, слава богу, к концу сентября погода стала более привычной для нас, уже не так жарко и не так влажно. И сейчас начинается самый приятный момент, потому что все наши российские товарищи и коллеги жалуются на очень плохую и холодную, дождливую, мерзкую погоду в Питере и в Москве на их плюс 3. И, честно, великолепно ощущаю себя плюс 28 в шортах и футболке в середине октября. Это радует. У меня не было особо ожиданий. Я даже фотографии не посмотрела перед тем, как лететь, и не знала, как выглядит этот город. У меня, кстати, такая же история. Я не стала очень много каких-то обзоров, роликов смотреть, чтобы просто приехать и влиться в среду. Вот мы с Сашей смотрели много роликов про Гонконг, в общаге, еще в Питере, еще весной. Но когда приехали, вообще не похоже на то, что мы видели. И даже когда я смотрел Google Street View и пытался понять, как от общежития дойти до универа, я не смог разобраться. Но это все еще не было похоже на то, что я увидел в реальности. Фотографии небоскребов Гонконга стояли на экране моего ноутбука в течение полугода. Каждый раз, открывав экран ноутбука, я вдохновлялся тем, какой Гонконг невероятный, и представлял себя здесь. И вот мы и тут. Вот она, сила визуализации. У вас может сложиться впечатление, что это не подкаст, где про яркие эмоции и впечатления, а подкаст про депрессию, слезы, долго ожидания и так далее. Но, честно, это не так. В этом сезоне будет, правда, интересно, потому что у нас так много тем, которые мы хотим рассказать. У нас так тут много всего классного происходит, так много общения на английском, прикольных мест и впечатлений. Поэтому, правда, все вот эти тяжести, все вот эти ожидания и сложности, они того стоили. И они того стоят для тех, кто сейчас думает о том, чтобы поехать по программе обмена, либо планирует это сделать в будущем. Оставайтесь с нами, здесь будет очень классно. Друзья, мы также хотели бы познакомиться с вами. Переходите по ссылке в описании и оставляйте под постом ВКонтакте комментарии. Расскажите о себе, о какой-нибудь интересной истории с путешествием. Нам будет очень интересно почитать. Желаем вам приятной недели, а мы... ВОЙНЕДЕЛИ! Расскажите. 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 Расскажите.